Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube канале Artstyle. Это обзор двух очень мощных беспроводных зарядок. Вообще до 100 Вт выдает одна из них, но забегая вперед скажу, что та, которая выдает 45 Вт, она тоже способна заряжать ваш ноутбук при условии, что ваш ноутбук поддерживает зарядку через Type-C. Не все так могут. И я был удивлен. Честно говоря, я думал, что мощности не хватит. Но нет, обе зарядки могут зарядить ноутбук. И вот, которая 120 Вт написана гордо, на самом деле 120 Вт это суммарная мощность всех трех разъемов. И на самом деле очень важно, что кабель в комплекте идет 100 Вт с чипом. То есть кабель Type-C, Type-C, который идет в комплекте, он на нем прямо написано 100 Вт зарядка. Поэтому вы предварительно узнайте, перед тем, как если будете покупать такую вещь, ваш ноутбук поддерживает ли питание, зарядку через разъем Type-C. Потому что есть они много где, но я лично встречал, что один ноутбук заряжается, а другой нет. Мой заряжается, и это действительно классно. У меня обзор на сразу три вещи от компании Basios и две мощных гамм-зарядки. И вот такая вот штука. Ребята, это настоящий пылесос. Он для клавиатуры, для стружек, от карандашей, для всяких мелочей. И, конечно, нужно крепко подумать, стоит его покупать или нет. Потому что, с одной стороны, он вроде, не вроде, он работает. С другой стороны, я вот клавиатуру почистил, я чего-то не заметил, что он там что-то все так тщательно вычистил. Вещь, знаете, вот из такой вот, когда все есть и хочется купить какие-то вещи, которые там 3, 5, 10 надобности. Вот это из той же серии. Или можно ребенку, например. Вот они на сайте правильно позиционируют его на своем. Вот все на Алиэкспресс, естественно, продается. Ехало ко мне все это около двух недель. Там, приблизительно, как раз дней 15. Курьер прямо привез домой, что здорово. Так вот, вот это еще позиционируется штука, как дети, например, там на столе какие-то остались, там, от поделок. Вот и так же можно убрать. Стоимость вот этого мини-пылесоса 1100 рублей. Это даже цена по акции 1111. Он совершенно простейший. Здесь батарейка на 900 мАч. Хватает его до 20 минут. Кнопка включения и зарядка Type-C. Больше в нем ничего нет. И я говорю, вещь такая сомнительной, честно говоря, надобности. Кто-то скажет, Давид, хочу купить, то пожалуйста. Рассказывать о ней совершенно нечего. Все рассказал. Убирается достаточно средне. А вот зарядки, это прям вот то, что доктор прописал. У меня есть такое выражение. Они реально классные. Кроме того, что можно зарядить ноутбук, я проверил. И ноутбук заряжается только через Type-C. Через обычный разъем, который обычный USB тип А. И с другой стороны у вас будет зарядка Type-C. Он не поддерживает и не заряжает. Только Type-C, Type-C. При том, что приятно, даже 60-ваттный кабель, который идет во второй зарядке. С Powerbank, который, кстати, знаете, здесь настоящий Powerbank. Я расскажу здесь о недостатке есть в нем. Но вообще очень интересное решение. И они оба заряжают через гнезда Type-C ноутбук. Я просто об этом постоянно повторяю. Потому что для меня это действительно важно. Я с одной зарядкой могу поехать куда-то, взять с собой ноутбук, не таскать огромный блок, а использовать зарядку, да еще и через нее заряжать телефон. С одной стороны, можно же и гнездо ноутбука использовать для зарядки. Но там нет быстрой зарядки. А здесь какое бы устройство вы не заряжали. Это iPhone, Samsung, Pixel, вот как я. У вас все поддерживаются быстрые зарядки. И ваш телефон или другое устройство будет заряжаться быстро. Поддерживается зарядка там 30 Вт, пожалуйста. До 45 Вт зарядка. Притом, не нужно опасаться, что те устройства, например, Bluetooth наушники, они не будут заряжаться. Конечно, будут. Здесь стоит умный контроллер. Именно поэтому я акцентирую специально 100-ваттный кабель или 60-ваттный в другой зарядке, во второй. То, что устройство понимает, в кабель встроен чип, что можно вот именно сейчас отдавать большой ток заряда. А так заряжает все. И Bluetooth наушники, и, не знаю, там, старые MP3 плееры. Все, что угодно с помощью этих быстрых зарядок можно заряжать. Мне очень понравилось, что они не греются. Я, честно говоря, опасался. Я поставил три устройства заряжать, два по быстрой зарядке. Соответственно, Mi Note 10 Lite, Pixel 4. Оба поддерживают быструю зарядку и заряжаются быстро. Я даже в ускоренном виде все это дело снял. И вот этот ролик вам покажу результаты, насколько получилось у меня все это зарядить. И не греется. Ребят, ну, так и должно быть, разумеется. Если бы он грелся, это было бы просто опасно. Вроде как Китай, да. Помните, еще в 80-е, ну, кто помнит, были японцы, немцы. Там техника Германия была, Япония. Потом какое-то время была Америка сильна. Япония сдулась. Америка тоже фактически уже ничего у них нет, честно говоря. Где Motorola, там, iPhone только еще барахтается. Но не в этом дело. А китайцы уже делают такие вещи. Технологичные быстрые зарядки. Что касается Powerbank. Powerbank, зарядка с Powerbank на 45 Вт. У нее только два разъема. Один из них заряжать может ноутбук. Я лично проверил, и это здорово. Второй разъем обычный USB. Оба поддерживают, естественно, быструю зарядку. И в нем батарея на 10 000 мАч. Единственное, что мне не хватает, это вот... Почему бы не сделать съемный разъем для питания 220 Вольт? Это же просто. Я встречал такие вещи даже в комплекте к каким-то наушникам относительно недорогим. Просто, тем более подразумевается, что это вещь, берешь с собой в путешествие, можно было положить бы вилку еще американскую, азиатскую, и просто их снимать, одевать. Это безопасно, это удобно. Но, к сожалению, здесь у нас просто зарядка с пауэрбэнком. Таскать ее в сумке может не так удобно. С другой стороны, может, я зря придираюсь, потому что это все-таки быстрая зарядка, через которую можно быстро зарядить и ноутбук, и еще одно устройство, и еще и 10 000 мАч батарея. Вторая, моя любимая зарядка на 120 Вт, которая суммарно выдает, которая до 100 Вт может выдавать по Type-C, что просто реально очень круто. Тоже не греется. Можно заряжать одновременно три устройства. По акции 11.11 начнется зарядка, которая с пауэрбэнком, будет стоить 2800 рублей, а зарядка 100 Вт будет стоить 3500. То есть цены снижены. Конечно, этот ценник не маленький, я это прекрасно понимаю. Несколько тысяч отдать вроде как просто за зарядку. Если вам нужно просто заряжать телефон, возможно, смысла покупать их нет. Но если ваш ноутбук, по крайней мере, на 100 Вт, написано, что Apple-овские модели на сайте поддерживаются какие. Если для ноутбука, то цена уже не кажется такой высокей, потому что посмотрите, сколько стоит зарядка для ноутбука и сравните с этой. И это будет намного интереснее, компактнее. Еще раз повторю, не нужно с собой в рюкзак большой блок от ноутбука таскать. Положил одну зарядку и кабель Type-C, Type-C и все замечательно. Поэтому на этом я сегодня обзор заканчиваю. Отмечу напоследок, что в комплекте идут специальные мешочки для этих зарядок. И, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков с уважением ко всем, Давид. Счастливо, друзья!